Тамара Ивановна, здравствуйте. Сложилась уже такая традиция, что северяне активно помогают землякам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о фонде помощи мурманчане своих Непроса, что это за организация и как она работает. Ну, вы абсолютно правы, говоря о том, что мурманчане особенные люди, северные люди, но очень с теплыми сердцами. И если вспомнить историю, несколько лет назад мурманчане никогда не были в стороне в те моменты, когда нужно было помогать. И вот сейчас мы переживаем очень сложное время с вами, да, наши защитники, в том числе и мурманчане, воюют на Донбассе. И, конечно, наши жители не могли остаться в стороне и всячески оказывать помощь. И вот родилась идея в редакции «Вечернего Мурманска» именно 27-28 сентября, было объявлено о создании фонда «Мурманчане своих Непросают». Этот фонд, деятельность этого фонда направлена на то, чтобы помогать и поддержать наших бойцов. Очень тесно наш фонд работает с воинскими частями в Печенге. И именно по заказам, по заявкам ребят, которые находятся там на Донбассе, мы стараемся приобретать самые необходимые для них вещи. Не просто, понятно, собирают в различных уголках. Мы же видим информацию по телевидению о том, что посылать всевозможные – и квадрокоптеры, и бронежилеты, и каски, все, что необходимо для фронта. Все, чем можно поддержать. Но мы немножечко пошли другим путем. Повторяю, работать напрямую, что ребята заказывают, то мы стараемся приобретать. Деньги перечисляются и общественными организациями, и просто мурманчанами. Перечислять можно, придя в Сбербанк на спецсчет или по QR-коду. На сегодняшний день собрано около 700 тысяч рублей. Уже вчера был отправлен четвертый груз туда, на Донбасс. Ну, что обычно? Как-то вот мы когда окунулись в это дело с коллегами, да, мы думали, что могут попросить ребята, что там надо, кроме того военного обеспечения, которое они получают практически в полном объеме. Оказалось, вот самые бытовые такие потребности. Нужны, казалось бы, влажные салфетки. Вот мы подумать не могли, думали о чем-то высоком, таком необходимом. Оказывается, да. Также вот мы вчера отправляли газовые баллончики для горелок, для того, чтобы в быту какие-то условия себе обеспечить. Также они просили тапки. Вот, казалось бы, тапки для чего? Оказывается, они пакуют наборы, вот ребята, кто раненый, их отправляет в госпиталь, то сразу им этот комплект, тапочки им туда, они получают. Поначалу просили, значит, сапоги. Сейчас вот осень, не берцы воинские, а вот такие утепленные сапоги, чтобы им в таких условиях, вот холода, воды, сырости, это очень им необходимо для того, чтобы не замерзали ноги. Лопаты, пленка для того, чтобы укрывать края траншеи. То есть вот то, что самое необходимое. И еще очень важно, конечно, очень рады, посылаем письма. Дети пишут письма, отправляем тоже. Конечно, морально это поддерживает здорово, ребята. А какую помощь принимает фонд от Мурманчан? То есть это только, ну, северяне могут привезти деньги или какие-то вещи привезти? Нет, не обязательно деньги. Кто-то может деньгами, кто-то вещами приносит, покупает, приобретает, приносит. Вот все, что необходимо. А насколько активно северяне участвуют в сборе средств? Кто эти люди? Пожилые, молодые? Какого достатка? Вы знаете, люди самые разные. Если мы говорим о социальном статусе, да, пенсионеры. Вот у нас, допустим, общественные организации наши, дети военного Мурмана и другие общественные организации, вот они собирают деньги, приносят деньгами. Это почетные граждане. Это наши бизнесмены, предприниматели. Люди неравнодушные. Тут нельзя сказать какая-то отдельная категория. Представители самых разных профессий, самых разных слоев, достатка, дохода. Кто-то несет 500 рублей, кто-то несет 10 тысяч рублей, кто-то 150 тысяч перечислен. Поэтому здесь ограничений никаких нет. Кто сколько может. В меру своих возможностей. В меру своих возможностей. Конечно, особенно когда очень, знаете, до слез прошибают, когда старики, пенсионеры, не такие уж и большие пенсии, но никаких возражений, сомнений нет. Это они несут. Вот правильно вы говорите, кто сколько может. Но зато все это делается от души, от чистого сердца. Как вы уже сказали, упомянули акцию «Письма солдату». С 5 ноября в филиалах Мурманской центральной городской библиотеки эта акция была запущена. Планируются ли в ближайшее время еще какие-нибудь такие городские мероприятия в поддержку наших ребят? Когда мы обращались в учебные заведения, просто даже просто в разговоре, когда рассказывали, сразу, ой, да, вот давайте мы вот это сделаем, мы это вот предложим. Поэтому по мере поступления, предложения будем думать, как мы это все организуем. Благо желающих много. Желающих очень много. Звонят, спрашивают, интересуются. Поэтому вот это приятно, это душу греет. Тамара Ивановна, спасибо большое за беседу. Я думаю, что многие, кто посмотрит сегодняшний эфир, захотят присоединиться и тоже помочь. Надеюсь, надеюсь. Ждем, приходите.